Инвестиции в акции китайской компании. Третья покупка по стратегии Спящий Дракон. Привет, меня зовут Павел Лобастов и сегодня я тебе покажу, какую акцию я добавил в портфель в рамках стратегии Спящий Дракон. Эту стратегию я веду в Тинькофф Инвестициях. Вот так вот выглядит мой профиль Пульс Аккаунта. Если интересно, подписывайся. И внизу есть две мои стратегии. Первая Спящий Медведь это стратегия по российским бумагам. И вторая стратегия Спящий Дракон это как раз таки вот эта вот стратегия по китайским акциям в гонконгских долларах. Если интересно, переходи, смотри и следуй. Ну и само собой в этом видео я тебе покажу, что это за такая вот крутая компания, которую я добавил. Будет полный обзор этой компании. Я надеюсь, что ты поставишь свой царский карти-лайк, чтобы поддержать меня. Но я начинаю после небольшого дисклеймера, то что все это видео не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я лишь показываю, что за акции я добавил в свой портфель и вообще это полный обзор компании. Со вступлением мы разобрались и теперь тебе показываю, что же за такую крутую компанию добавил в свой портфель. И это Ping'an Insurance Group Company of China Ltd. Тикер 2318. Это китайский конгломерат, включающий страховую группу компании, крупнейшую в мире по состоянию на 21 год и Ping'an Bank. Деятельность группы ведется по четырем основным направлениям. А именно страхование жизни, страхование имущества, банковские услуги, управление активами. Ну и также компания активно развивает информационные технологии в Китае. Основным регионом деятельности является КНР, включая Гонконг и Макао. Однако также представлена компания и в других странах, в частности в США. Если говорить про людей, то количество страховых агентов компании превышает миллион человек. Число отделений превышает 5000, а сама компания обслуживает 218 миллионов клиентов. Вдумайся, 218 миллионов клиентов. Это больше, чем население России. Ну а теперь давай остановимся на четырех основных направлениях деятельности компании. Первое – это интегрированные финансы, то есть интегрированная финансовая стратегия Ping'an направила взор на клиент-ориентированный подход как для розничных, так и для корпоративных клиентов. А в розничном бизнесе бизнес-модель Ping'an – это один клиент, несколько продуктов и комплексные услуги. А в корпоративном бизнесе используется модель один клиент плюс N продуктов с упором на многоуровневое развитие клиентов, крупных и средних предприятий, малых и микропредприятий, а также финансовых учреждений. То есть компания развивается в финансовой сфере очень даже неплохо. Второе – это само собой здравоохранение, потому что здравоохранение является новым драйвером роста стоимости Пинган. Экосистема здравоохранения Пинган охватывает несколько направлений бизнеса, включая страхование, здравоохранение, инвестиции и технологии. Пинган запустила свою инновационную китайскую модель управляемого ухода, объединив услуги страхования, здравоохранения и ухода за пожилыми людьми по мере развития индустрии медицинского страхования в Китае, Пинган будет играть ведущую роль в разработке и предложении продуктов частного медицинского страхования и услуг по уходу за пожилыми людьми, чтобы облегчить давление на социальное медицинское страхование со стороны быстро стареющего населения. А как мы все прекрасно знаем, в Китае население стареет очень даже быстрыми темпами и стариков намного больше, чем молодых. Третье – это само собой технологии. Пинган разрабатывает технологии для повышения эффективности, улучшения управления рисками и контроля операционных расходов своего интегрированного финансового и медицинского бизнеса. С 2021 по 2022 год Пинган занимала первое место в мире по количеству патентных заявок на искусственный интеллект, также финансовые технологии и цифровое здравоохранение, то есть компания очень хорошо развивается. Также Пинган получил множество наград в ряде технологических секторов, включая искусственный интеллект и блокчейн. Благодаря надежным операциям, основанным на данных, Пинган предвидит тенденции, принимает своевременные решения и опережает других. Ну и четвертое – это ESG. Устойчивое развитие является одной из стратегий развития Пинган и основой для максимизации долгосрочной ценности. Стремясь к долгосрочному, сбалансированному и высококачественному устойчивому развитию, Пинган фокусируется на совершенствовании своей практики в области, связанной с экологическими, социальными и корпоративным управлением ESG. Группа устанавливает пятилетние цели по основным вопросам, связанным с устойчивым развитием и эффективно совершенствует действия управления, связанные с устойчивым развитием. Ну короче, компания очень даже замудренная, продвинутая, развивается и вообще есть куда расти. Да и вообще компания имеет более 200 миллионов клиентов, это вообще о многом говорит, реально это больше, чем население нашей страны. А еще компания платит дивиденды в районе 5,5% годовых 2 раза в год, причем платит достаточно исправно. Постепенно увеличивая выплаты в среднем на 18,5% за последние 5 лет. То есть компания каждый год в течение 6 лет повышает дивиденды в среднем на 18,5%. Просто представь, что твой пассивный доход рос бы в течение 6 лет каждый год на 18,5%, и это причем в валюте. Совсем скоро будет девочечка, а именно 11 сентября 2023 года будет выплата в размере почти 1 гонконгский доллар на бумагу. Там что-то около 93 центов, в общем 1 гонконгский доллар на бумагу, что достаточно хорошо. То есть развитие бизнеса есть, дивиденды платят, в общем я добавляю эти акции себе в портфель в рамках стратегии «Спящий дракон». Ты тоже, кстати, можешь принять участие и инвестировать вместе со мной по этой стратегии. Эту стратегию я веду в Тиньково инвестициях, вот так вот выглядит мой профиль Пульс аккаунта. Эту сотей для инвесторов, если интересно, подписываюсь. И внизу есть мои стратегии. Выбираем стратегию «Спящий дракон», дальше можешь ознакомиться с условиями, с моей доходностью. Вот у меня пока что отрицательная доходность, минус 1,5%. Но на самом деле я вообще на это не обращаю внимания, потому что стратегия только запустилась, я только совершаю первые покупки. Стратегию я планирую вести в течение 6 месяцев. Если люди будут подписываться, я продолжу вести стратегию дальше. Если люди не будут подписываться, то я попросту закрою стратегии и буду сам инвестировать. Никому ничего не объясняю и не рассказываю, поэтому если хочешь, чтобы я продолжу вести данную стратегию по китайским бумагам, в них инвестировал и рассказывал про них более подробно, то пожалуйста ставь лайк, поддерживай меня и пиши внизу в комментариях, что эта тема тебе очень интересна. То есть стратегия находится у меня в профиле пульс, вот выбираешь стратегию, нажимаешь на нее, ознакомливаешься с условиями. Также внизу там написано, минимальная сумма участия в стратегии это 8000 гонконгских долларов. То есть если переводить на рубли, то в районе 100 тысяч рублей точно не особо большая сумма для того, чтобы принять участие и инвестировать в иностранные бумаги. Причем для этого не обязательно иметь статус квалифицированного инвестора. Достаточно просто выбрать мою стратегию и далее ты можешь открыть новый счет и подключить его к стратегии, что я тебе настоятельно рекомендую. Ну либо выбрать действующий счет, но учти, что счет должен быть пустым, иначе твои бумаги продаст. Это особенность работы стратегии, поэтому желательно под стратегию открыть отдельный брокерский счет, чтобы у тебя все было нормально. После того, как ты откроешь брокерский счет, желательно там купить гонконгские доллары и вывести оттуда рубли. Но после ты выбираешь мою стратегию, нажимаешь на синенькую кнопочку следовать и о чудо, все, ты подключен к стратегии, больше тебе ничего делать не нужно. Я у себя в терминале раз в две недели буду совершать сделки, и они автоматом будут повторяться на тех счетах, которые подключены к данной стратегии. Ну и на всякий случай в описании под этим видео я оставлю ссылочку на открытие брокерского счета в синьков, ссылочку на мой профиль пульс аккаунт, а также ссылочка есть на стратегию, спящий дракон и все другие мои ссылки. Если интересно, переходи, следуй, и я желаю тебе удачных и успешных инвестиций. Видео подходит к концу, что думаешь по поводу всего этого, есть вопросы, пожелания, пиши комментарии, обсудим, а за лайки отдельное спасибо. Ну а я напоминаю, что с тобой был я, Павел Абастов, обязательно подпишись на этот канал, на котором ты смотришь данное видео, и пока-пока.